всех приветствую друзья на канале у себя сегодня у нас на обзоре вот такой материал это разъемы к сожалению без маркировки эти разъемы писал мне подписчик дмитрий для анализа на палладий вот предварительно я проверил горячей азоткой данные разъемы ватной палочкой на палочке остается коричневатый цвет вот приблизительно даже не знаю это с а тс скорее всего разъемы вот и видим такой стальной блеск присутствует то есть палладий видно содержится вот предварительно я один разъем разобрал вот у меня в бокальчике здесь здесь 20 контактов вот сейчас вот я один уберу одну изоляцию вот такие вакантпатики вида как очень интересно вот такие вот контакты полностью идут ну во всю длину здесь видим прибой вот и самое что интересно здесь палладий идет только вот здесь то напыления идет только здесь на что ты дальше напыление нету вот вы будем перерабатывать именно вот этой входные розетки сами то есть то проводит тех столет после текстолита здесь уже напыления нету то есть если она исток очень-очень минимально вот поэтому я один разъем предварительноzial Because of us вот здесь он у меня Так, давайте сделаем навеску сразу и узнаем, сколько у нас, сейчас камеру получше поставлю, вот, вот, так, и узнаем, сколько у нас веса в исходном материале. Так, включаем, тигелечек беру я свой, ставлю, оттариваем и высыпаем. 20 контактов вес у нас составляет 3,55. Вот такая вот у нас навеска, 3 грамма 55 миллиграмм исходного материала. Вот, буду я растворять самым своим доступным методом, как обычно, все растворять буду, и потом все восстанавливать алюминием. Вот, конечно, для такого материала он достаточно толстый, то есть 3 грамма материала 3,55, плюс, скорее всего, для такого восстановления еще подъезд алюминий. Скорее всего, в общем случае, весь отсадок выйдет где-то, ну, в 4 грамма. Вот, и все эти 4 грамма нужно будет потом растворять, то есть чистить в соляной кислоте. Чистить буду долго, наверное, порядка 4 раз, как обычно, по стандарту. Вот, поэтому для таких разъемов желательно использовать смывку, иначе не рентабельно будет перерабатывать их. Так, ну, во всяком случае, узнаем, ватная палочка покажет, что паладе присутствует, но вопрос, сколько у него там, напыление ли это, и насколько оно, как бы, толстое. В любом случае, напыление, потому что основание, я посмотрел, здесь латунное, вот, поэтому вот так вот. Тогда я сейчас все свои кислоты соберу, перебазируюсь во временную лабораторию, вот, все свои кислоты расставлю, ну, и тогда уже включусь. Так, друзья, переместился я в лабораторию нашу, погрузил наши контактики в бокальчик такой, налил концентрированные азотки 65-процентные, ну, ориентировочно 40 миллилитров, на 3 грамма хватило бы и 20 миллилитров, но я всегда беру с запасом, налил 40. Очень важно, ребят, работая с кислотами, всегда используйте технику безопасности перчатки и очки, очки обязательно, очки это 8% от сезонного всего, глаза берегите. Так, ну, будем растворять тогда, на плитку, думаю, ставить не буду, потому что контактиков мало, растворяться быстро, вот, поэтому подливаем, смотрим. Налил, да, 30 миллилитров, как видите, реакция сразу запустилась, моментально, и цвет такой зеленоватый, видно присутствует нигель, и также видим вот коричневый, все-таки коричневый цвет также вот, сейчас, так увеличу, так же растворяется, видим, что означает присутствие паладе. Сразу наши контактики начинают травиться, сейчас пойдет более активное травление, вот, тогда как все металлы протравятся лишние, ну, и тогда уже включусь, будем доставать оттуда серебро, если, конечно, оно там присутствует. Итак, друзья, протравились наши контактики. Вот такой вот у нас растворчик, зеленый, профильтровал я его, зеленый, скорее всего, он насыщен медью очень сильно, медью было достаточно много. Так, здесь я подготовил соляная кислота, осадим, проверим серебро, если серебро в данных разъемах, и также осадим хлорид, и дистиллированная вода, здесь у меня 50 миллилитров. Вот, разбавим наш раствор, концентрацию азотной кислоты остаточной, чтобы процесс восстановления был слегка, ну, не сильно активный, такой, умеренный. Вот, потому что, если не разбавлять, будет очень активное восстановление, вот, и очень много алюминия съест. Поэтому подливаю, концентрацию разбавили, и теперь проверяем на серебро, если серебро в данных разъемах. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, друзья, растворились наши все контакты и восстановились очень быстро. Восстановились также очень быстро, то есть восстановление было достаточно такое активное, вот, хотя и 50 на 50 мешал с водой. Вот, вот такое у нас количество осадка, как я и сказал, будет очень много, но видно, коричневый цвет такой вот красноватый. Это у нас медь, вот, по большей части медь восстановилась, ну, вся, которая была, все 3,5 грамма, и видим, вон, черненькая. Вот, также у нас присутствует, здесь у нас тут полный букет и медь, и алюминий, который подъел, я его выловил, там, маленькие такие остались, пятачки. Вот, его тоже так весьма неплохо подъело. Вот, ну, буду теперь тогда чистить. Чистить буду, скорее всего, не 4, а 5 раз. Кипятить буду просто в соляной кислоте, меняя раствор. Вот, думаю, процесс этот снимать смысла нету, так как просто кипячение в соляной кислоте 4 раза, я не думаю, что это будет интересно. Также серебра эти разъемы не содержат. Вот, поэтому тогда, как весь осадочек наш прокипячу, почищу, в соляной кислоте все ненужные металлы растворятся, ну, и тогда включусь. Встретимся уже тогда на почетах. Итак, друзья, доработал я наш осадочек. Вот такое вот количество его получилось, как обычно, по итогу было очень много, потому что было и медь, и алюминий. Чистил долго, очень, наверное, минут 40, по 10 минут на одну заправку раствора. То есть, каждые 10 минут менял соляную кислоту. Соляную кислоту выбрал именно самодельную, так как она убирает липкость, магнитность палладия. То есть, видите, раньше он у меня всегда прилипал, а соляная кислота самодельная, то есть, теперь, ну, очень хорошо коагулирует его и кристаллизует. И он теперь вообще не прилипает, поэтому можно на фильтре и не ловить, ловить его вот так. Так, ну давайте взвесим и узнаем, по итогу, сколько у нас вышло. Лучше, конечно, смывкой работать, был бы выход, если 0,5-0,5 будет, и то хорошо, то есть. Так, сейчас я камеру получил, так настроил, вот так, чтобы вам было виднее, вот так даже. Возьмой тегелечек, по таким разъемам лучше работать смывкой. Для палладия, потому что все растворять очень чисто потом, чистить нужно долго и соляной кислоты, я не знаю, там, ведро, наверное, надо. Вот, поэтому не рентабельно. Так, оттаяли и взвешиваем, сколько у нас здесь все-таки вышло. Так, чистый бокальчик, видите, как соляная кислота самодельно работает, вообще не магнитит. Так, ну вот такой вот результат у нас, 0,12, с одного разъема, исходного материала, 3,5 грамма, ну, 3,55 там было, 0,11, да. Ну, плюс-минус погрешность, 0,01 пускай на весы дадим, 0,11, 0,10, скорее всего, вот так, вот. Ну, что я скажу, только смывкой работать, с такими разъемами, смывать палладии, ну, метод я пока смывки не нашел, доступный, есть замудреный, но, то есть, не поймут. Это вот, 0,09 показывает, что весы тормозят, давайте-ка еще раз весим, 0,09, интересно, еще раз вот так поставим, 0,08, так, еще раз давайте посмотрим, что-то высыпаем, что-то мне не нравится. Осадок, высыпаем, опять весы, весы новые и опять тормозят, то есть, сейчас поставим, стариваем, да, и высыпаем. Интересно, как-то себя ведут весы. Ну, да, вот 0,0,12, скорее всего, ветер дует, и он начинает прыгать, 0,0,12, ну, 0,0,11, вернее, 0,11 пускай будет, 0,11, 0,10. Вот такой вот результат. Вот, также продолжаю разговор, что такие разъемы лучше всего смывкой делать, но метод пока я не нашел, доступный и быстрый. Вот, ну, вот такой вот ролик, друзья, всем, кому понравилось, ставим лайки, кому не понравилось, ставим дизлайки, кто не правильно относится, ставим средние лайки. Всем удачи, все, пока.